Приветствую вас и к вам, пожалуй, будет два вопроса. Первый вопрос сейчас в том, почему вы выбрали мужчину, который старше вас на 16 лет, чем обусловлен ваш выбор, не является ли ваше предпочтение следствием, например, того, что вы пытаетесь найти в нем отца, не является ли это следствием проблемных отношений с вашими родителями. И второй вопрос, который я могу вам задать, это то, не обожаетесь ли вы того, что вы не понравитесь ему, потому что не уверены в себе, сомневаетесь и считаете себя недостаточно красивой, недостаточно привлекательной и так далее. Вот эти два вопроса нужно будет с вами разобрать для того, чтобы ответить на тот общий вопрос, который вы задаете в общем деле. И по неуверенности можно сказать уже сейчас, что необходимо определить ваши сладкие стороны, которые вы себе, наверное, замечаете, из-за чего считаете себя имеющие шансы и не понравятся мужчине, который, кстати говоря, с вами познакомился, который, наверное, видел ваши фотографии, который уже имел возможность с вами пообщаться и, наверное, заставил о вас уже какое-то мнение. И вот вопрос, который можно вам задать, отвечает-то в том, почему вы сомневаетесь в том, что мужчина решил. То есть он с вами познакомился, достаточно взрослый человек, да, познакомился с вами, решил устроить с вами свидание, и вы почему-то сомневаетесь в том, что он сделал правильный выбор. Ведь именно это, по сути, вы и делаете. Сомневаясь в себе и в том, что вы можете понравиться мужчине, с которым вы познакомились, вы берете как бы ответственность за его решение. И вот непонятна причина такого поведения. Если мужчина, ну, как минимум старше вас, принял решение, то оно, как минимум, не является опрометчивым. Оно, как минимум, является обоснованным и, наверное, интересующим, собственно, этого мужчину. И раз так, то тогда нужно обязательно вам это решение принять. А раз и если вы принимаете решение, то вы также принимаете и то, что являетесь привлекательными для этого мужчины. Но обязательно вам необходимо работать над своей самооценкой, над уверенностью в себе, над принятием в себе и над четким пониманием того, что вы можете сделать для улучшения этой ситуации, потому что, ну, не красит вас в любом случае то, что вы сомневаетесь в себе в глазах мужчины. Если вы дадите понять своему мужчине, что вы в себе сомневаетесь, что вы не уверены, то, собственно, это может повлечь для вас негативные последствия. Далее вы пишите, что не знаете, как поступить. Скажите, я познакомился с мужчиной, боюсь идти на свидание. Вопрос. Чего вы боитесь? То, что вы вдруг ему не понравитесь, я думаю, это скорее надуманно, чем реально, потому что, как я уже сказал, он с вами, скорее всего, пообщался и видел ваши фотографии. А значит, представление о том, кто вы, какая вы, он уже имеет. И если он все равно захотел с вами встретиться, значит, вы ему понравитесь. Значит, вы ему понравитесь. Непонятно, что вы ждете от нас, от психологов. Может быть, вы хотите, чтобы мы вам сказали идти на свидание, или наоборот, сказали, чтобы вы на свидание не учились. Но такого вы здесь не услышите, потому что давать конкретные советы нам допущает профессиональная этика. Это мы можем сделать, это помочь вам понять лучшую ситуацию, в которой вы оказались, увидеть ее яснее и себя в ней, а также более конкретно, более ясно и определенно, чтобы в дальнейшем вести себя наиболее адекватно. Это предполагает определенные рекомендации, но только после того, как будет понятно, чем ваши проблемы. Пока проблема ваша просматривается только в выборе мужчины, который отраведно старше вас достаточно на много лет, и проблема просматривается в том, что вы не уверены в себе. Если сравнить, точнее, если сложить неуверенность в себе и подобный выбор мужчины, то можно предположить, что, скорее всего, у вас проблемы гроются в детско-родительских отношениях, и вы подсознательно приметесь к такому мужчине, который бы обеспечил вам ту самую уверенность и защищенность, которой не хватает вам. И, в принципе, в этом нет ничего плохого и дурного в том, что вы хотите, но беда в том, что мужчина совершенно не обязан вам давать это. И если вы будете еще сильного реализоваться, то вы можете стать зависимым от него, а значит, не свободный, а значит, не счастливый. И вот, чтобы этого избежать, необходимо поработать с вами, дабы помочь вам эти проблемы решить, выяснить и проработать. Собственно говоря, свой вопрос вы написали довольно-таки коротко, и из него сложно сделать какие-то более конкретные выводы и, соответственно, дать вам более конкретные рекомендации. Поэтому, если у вас есть желание проработать свои проблемы, если у вас есть желание лучше себя понять, то, я думаю, вам стоит выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним более конкретно, на более конкретные интересующие вас вещи, ситуации, проблемы и вопросов. Что касается тематики вашего вопроса, который мы разбираем сейчас, то, подводя итог, хочется сказать, что идти на свидание одно-ношно стоит, хотя бы потому, что он никогда не знает, где найдет свое счастье, и кто знает, может быть, мужчина этот и есть ваше счастье, но, лучше всего, идти на свидание, будучи приготовлены, будучи, как бы, уверены в себе и не сомневающиеся в таких вещах, как понравится вы ему или нет. Верите, мужчины это чувствуют, если они замечают, что женщина ведет себя неуверенно, то мужчина перестает видеть в ней женщину, а себя чувствует мужчина, а значит, такие отношения ему попросту не интересны. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.